7 июля – одна из самых славных дат в истории русского военно-морского флота. Ровно 250 лет назад наши эскадры разгромили возле западного побережья Турции флот Османской империи. Фактически корабли противника были просто сожжены на плаву. То сражение впоследствии стало известно как Чесменская. Важнейшую роль при этом сыграл уроженец Тверской губернии лейтенант Ильин. Чесменская победа стала одним из крупнейших успехов российского флота за всю его историю. Напомним, что после произошедшего 5 июля 1770 года боя в Хиосском проливе турки отступили в бухту, которая превратилась для них в западню. Вечером следующего дня русские начали обстрел противника, а затем послали несколько брандеров – небольших судов, начиненных горючими веществами. Одним из них командовал уроженец Тверской земли Дмитрий Ильин. Нашему земляку удалось прорваться к Османскому линкору и поджечь его. Далее огонь перекинулся на другие корабли турецкого флота, который в течение ночи 7 июля был полностью уничтожен. Лейтенант Ильин за свой подвиг был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Это был один из высших воинских орденов за большую и за значимую победу. Не случайно ведь очередное повышение звания получил Дмитрий Сергеевич Ильин. Не случайно он был принят и в Петербурге, и в России как действительный настоящий герой. Со службы Дмитрий Ильин уволился в 40-летнем возрасте в чине капитана первого ранга. О герое, который скончался в 1802 году в своем имении, что в Весегонском уезде, родина вспомнила только сто с лишним лет спустя после подвига. В конце 19 века монумент на его могиле повелел возвести царь, который был сам большим сторонником развития военно-морского флота. По указу Александра Третьего, правда по подписке, то есть собирали на этот памятник деньги, был поставлен в 1895 году. В 1895 году, уже почти через сто лет после смерти Ильина. Но тем не менее, вот вспомнили и поставили памятник. И еще через сто с лишним лет потомки снова вспомнили о герое. Захоронение, которое теперь находится на территории лесного района, было полностью восстановлено в 2003 году. А пару лет спустя его именем назвали одну из Тверских улиц. Вполне возможно, этим увековечение памяти героя Великого сражения не закончится. Ведь среди его участников – кашинский дворянин капитан первого ранга Петр Бешенцов, а также главный триумфатор Чесменской битвы – генерал-аншеф Алексей Орлов. Один из любимцев Екатерины II, получивший за ту победу прозвище Чесменский, был уроженцем Беженского уезда.